Накануне Красноярский центр стандартизации проводил дегустацию, пожалуй, самого простого в приготовлении блюда – пельменей. Тогда выяснилось, большинство продукций реализуются на региональном рынке с нарушениями как рецептуры, так и маркировки. В 10 из 12 образцов содержатся ингредиенты, не заявленные в составе. Мы решили провести свою потребительскую дегустацию и вот что получилось. Всю эту неделю красноярцев ждут серьезные морозы. Наша редакция решила провести независимую дегустацию популярного среди сибиряков блюда – пельменей. Четыре образца. Первый из города Томска – пельмени мясные – 142 рубля за 450 граммов. Из Бурятии – Катюша – элитные – 177 рублей. Пельмени из Красноярска – Олимп домашние – 160 рублей. И последний образец – Ермулинский вариант самый экономичный – 87 рублей за 400 граммов. Согреваться мясным или не очень продуктом сегодня будет обычная красноярская семья из трех человек. Первым делом супружеская пара обращает внимание на внешний вид продукта. Вот эти как-то они слепли, ну как-то вот... Теста, мне кажется, сильно много, начинки мало. Начинки мало. Цвет теста второго образца, а под ним скрывается продукция Катюши из Бурятии, показался нашим дегустаторам подозрительно желтым. А последний образец – пельмени Ермулинские – слишком серыми и неаппетитными. После 30 минут кулинарного эксперимента семья готова вынести свой вердикт. Подождите, я не даю. Мне понравились первые и были третьи. Они похожи на домашние. Вот для меня они как раз домашние. У каждого свое может быть понимание домашности. Но здесь и тесто в меру тугое, и начинки достаточно, и начинка вкусная. Потом бы я вот отдала, поделила бы второе место, например, между вот этим образцом и этим. Ну, эти я вообще бы сняла с дегустацией, куда-нибудь подальше убрала. Раньше не обращали внимания на производителя, покупали, потому что нужно было приготовить быстро, на скорую руку. Но теперь, думаю, мы определились с маркой. Увы, но пельмени Ермулинские наши дегустаторы не оценили. А вот первую строчку рейтинга присудили местному Олимпу. Второе место разделили пельмени из Томска и Бурятии. Мы решили своими глазами увидеть, из какого мяса делают местные пельмени. Отправляемся к технологу компании «Кулинарный Олимп». Мы провели дегустацию, и наши герои выбрали ваш образец лучшим. Скажите, откуда привозите сырье? Говядину мы привозим с Минусинска, свинина у нас Шуваевская, с Малиновского совхоза, мука алтайская и овощи, это лук, это с березовки. Мясо в пельмене должно быть не менее 45%. Именно такое сочетание теста и фарша дают наиболее приятный вкус. Большинство потребителей уверены, пока не купишь ту или иную марку, не поймешь, стоит ли доверять производителю. Технологи советуют прежде всего внимательно изучать состав и внешний вид продукта. Ведь соотношение цена-качество может быть весьма обманчиво. Анастасия Прохорчук, Владимир Фетисов, 7 канал.